И следующий соперник Виталия Кличко, Кельвин Джонс, американец, вновь-таки, вот она, его визитка, опыта ему не занимать. Кельвин Джонс, ну знаете, 128 килограммов веса, это солидное уже, так сказать, преимущество в ударах, там, ну ниже чуть Виталия. Как он вам показался, ну потому что очень, очень внушительно выглядит тоже. Еще бы на 28 килограмм вес выше, чем у Виталия, на 30 боев больше провел на этом ринге, то есть на этом я имею в виду профессиональный ринг, если у Виталия шестой был, то у этого парня 36, но и чем-то он действительно по габаритам подходит таким мощным боксером, как, скажем, Холифер Тайсон. Было ли у него что-нибудь подобное, вот, встречался бы у него с этими боксерами? Еще отметить, имея такой огромный послужной список, этот спортсмен встречался с Тайсоном, он проиграл, он, этот спортсмен встречался со многими противниками, которые, с Леноксом Льюисом, с Холифилдом. У него огромный опыт встреч с противниками, которые имеют очень громкие имена, то есть его именем, титулами не испугать. Видите, резкий удар, который он бросает, удары левой. Как раз то, о чем мы говорили, чем дальше мы идем по ступеням мирового рейтинга, тем сложнее соперники. Посмотрите, он очень опытен, он боксировал уже с Тайсоном, и Кличко, как он думает, для него не соперник. Он хочет выиграть, но носит, смотрите, сильные удары. Но и получает уже сильные, потому что, очевидно, Виталий к его манере где-то за первую же минуту приноровился, и вполне спокойно, мне так кажется, чувствует себя здесь, в первом раунде уже. И потом он меньше движет, не так подвижен, как Виталий. Да, Виталий предвидит его действия, и поэтому не пропускает удары. А сейчас одна выгода его так. И наказывает, да. А вот как соперник, который действительно слабовато двигается, он уже получил несколько ударов, пропустил их, и готов к тому, чтобы быть поверженным. По-моему, даже так. Отмечу то, что против Тайсона он продержался два раунда. Итак, будем смотреть в будущее. А парень, в общем, менее трех минут провел на ринге. В первом раунде проиграл. Он показывал, что я могу, да ничего страшного, но арбитр и рефери молодец все-таки, рефери опытнейший. Лучше так, потому что дальше могло бы быть значительно хуже. Мне так кажется, Виталий. Такие удары пропустил. Совершенно верно. Я думаю, что если бы рефери продолжил бой, то исход был бы намного тяжелее для здоровья этого противника. А так он еще порадует многих, очевидно, супертяжеловесов своим присутствием на ринге. А в этом бою все было решено в первые три минуты, то есть в конце первого раунда. Виталий очень верно выбрал тактику ведения боя с таким серьезным, мощным соперником. Виталий Квецко! О! На самом деле, но для наших слушателей...